Добрейшего геройского времени суток на связи антиквар добро пожаловать героев меча и магии 3 рок бездны продолжаем проходить кампанию фабрики представляю вашему вниманию очередную часть прохождения заключительной восьмой миссии из этой кампании возвращение домой прессуют нас здесь просто не по-детски просто какие-то полчища врагов лезут лезут и я думаю что это будет продолжаться еще долго долго я так думаю у меня есть робкая надежда знаете на что но то что раз мы войска не теряем уж в какой-то момент но может быть вот то что они лезут как-то предполагается ну некоторые потери что они могут быть но посмотрим посмотрим как будет в общем продолжаем биться продолжаем бороться за дом маленького во всех отношениях на гордого народа то есть заходит поехали так здесь разгоняемся кстати говоря разгоняемся когда разгоняемся перчаточки неплохо надевать когда с нейтралами деремся неплохо бы видимо ставить маску вместо духа уныния и голубку удачи правильно так теперь у нас есть вот такая коробка с и у вилла сбегает ее заберет латы гаснущих светил 12 феникс даже не скажешь что мелочь но приятно ну как приятно но не мелочь приятно но совершенно точно это не мелочь так хорошо теперь ты дорогой товарищ тут паренек еще бежит все бегут все что-то от нас хотят да но с этим тоже надо в городе драться в минотавры мишки все как бы намекает что не надо в чистом поле надо за воротами города если катапульта в первый же ход не вынесет нам ворота то в принципе мы ее можем разломать его лучше передать генри да не то что лучше надо это сделать потому что на войну не смысла это не имеет эти вам у нас генри это делает лата светил на 25 процентов уменьшают силу магии врага прыгал бы куда нужно цены бы мне не было прошу прощения кошки надо было срочно зайти прям срочно место не находил надо было зверя пустить так что мы делаем лата отдаем на часах во все комплекты добавить здесь мы что отдаем тетиву правильно да еще обратите внимание что у нас есть плащ тречения и накидка молчания которые вообще нужно снять ну то есть зависимости от оппонента может как-то понадобится так и другое я думаю точнее так я не исключаю что здесь есть боевки в которых нужно будет это дело применять вот вот так нам нужно за биндить все фрики фрики брики а тут даркс торн бежит фрики кстати вот не представляет какой-то сложности я думаю что его надо этой генри бахнуть да что там по муф-поинтам у тебя как срастет конечно запасом с растет ну с деньгами кстати надо что то делать ну то есть мы худо-бедно можем себе позволить да это можем себе позволить не можем мы даже все скупать не можем позволить третий день ну нет скупать наверное куатлей и истину в общем все войска опять же без армадильчиков даже мы можем себе позволить а вот с дредноутами чё сделал непонятно я же биндил я же биндил это дело давайте вспомним что тут 47 сп будет какое-то неприятное колдунство слушайте а у нас есть гипноз есть хорошо ну да тут автобой видите как все выносит на 1 2 3 сурово суров ты конечно товарищ змеики просто решили отобедать демонами все да вот это боевка вот это я понимаю помните как мы убегали от фрики да на первый день на первой неделе тавин там несся как не в себя да но не удивительно что он несся как не в себя изумительно 270 маны вроде как мы готовы к чему-то да к тому чтобы биться так сейчас знаете что еще хотела 162 черных дракона да неплохое такое количество вроде как у нас впереди дарксторн что нам дали вот эти вот артефакты новые что две подковы демонов знания наверное надо их переплавить да если нам так маны не хватает то есть кристаллы забрали этого пленка можно здесь и оставить что у нас кстати здесь с фортификациями замок на месте а что у нас кстати здесь с фортификациями замок на месте да чудесно плюс 1 мораль ну тогда мы должны маску ставить правильно у нас будет плюс 1 мораль а с учетом таверны то есть таверна да плюс 2 морали он забрал чародеев но не нанял их оригинально но сбегать в общем война он и некуда ну хотя плюс 1 к удаче нужно сюда сбегать да вот так сделать ну 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 не знаю зачем я это делаю потому что могу феникс тут оставить ладно оставим еще ну и тут паренек тоже неприкаянный у нас дам непонятно куда его ну можно вернуть обратно ну можно плослик отвести по добровольно принудительном порядке ну-с нападай дружок будешь нападать хотелось бы не добежал блин не добежал я думаю может тогда ход все таки как-то войну он и потратить более изящно если он все равно не добегает восьмой сейчас подождите у нас же там то есть фактически мои ход скипнули 149 мы не успеем да ничего тут сделать ну хотя как не успеем успеем а а а и а и и Почему я подумал, что Кватли здесь будут без штрафа бегать? Ну да, хороший вопрос. Так, а где мы сможем ману пополнить после этого? Где у нас колодцы? Отсюда, вот сюда добежать. Давайте попробуем, во всяком случае, да? От нас не убудет, если мы попробуем, знаете ли. Вообще, наверх, страшно, ну ладно. Страшно и страшно, что-то. Что-то, что-то, что-то. Будем пропускать ход и бояться. Тоже вариант. Тоже вариант. Зеленые сапожки где-то я видел, слушайте. На этой же карте, да, вот они лежат. Мы их можем забрать. Сто лет назад мы их уже могли забрать. Надо это сделать. После шестого сценария Кватли с болотом ассоциируется. Наверное, да, слушай. Наверное, так это и есть. Идет день за днем, но легче не становится. Кариган становится все больше и больше. Я с досадой отложила свиток с сообщением разведки. Их лупят, что из силы люди эльфы. Так откуда же у них находятся войска, чтобы давать отпор еще и нам? А вот находятся. В последние дни все наши разведывательные отряды стремились выяснить, как попасть к кариганской крепости Улле. Но похоже, вот-вот станет очень горячо уже здесь. Сейчас нет смысла задумывать стремительный бросок на Улу. Для начала стоит решить другой насущный вопрос. Вопрос выживания. Да уж. А, мы так не успеваем. Угу. Мы так не успеваем. Да, вопрос выживания стоит ребром. Я бы сказал. А есть и спешка, которую мы не посещали. Чьё-то я не могу понять, что бы сделать такого. Такого эдакого. Можно конюшнями, да, зарядиться. Не посещены конюшни. В инферно колодец недалеко. Блин, верно. Ну, кстати, да, через инферно надо сделать, туда прыгнуть. Всё правильно. Так. Сто лет назад надо было вот это сделать. Ладно, лучше поздно, чем никогда. Не, ману я не хочу удваивать. Я думаю, что эту боёвку я и без удвоенной маны проведу. Ману будет где удвоить ещё на этой неделе. Чё-то мне подсказывает. Аначе, я не надо было. Всё. Как, чё-то нет? 's? Или啊. Сюда уже не могу позволить, тут тоже надо добежать. Продолжение следует... Да, по идее успеваю. 900 ребятушек, сапоги сюда. Видимо возьмем стрелков. Крылки четкие. Крылки четкие. Крылки четкие. Крылки четкие. Крылки четкие. но ведь префектуру поставим пока мы не помним да так генри можно знать куда пройдется как-то она не было ребятки нам присоединяться понятное дело сюда мы не просто так не пошли да помните мое предположение удивительно что я его помню что тут будет сидеть и герой с сабилки джелл какой-нибудь его не знает он капитан дан королевских мушкетеров чем такое ну чё поехали вот так можно да по-моему можно было тут отлично отлично я бы сказал надо ломать вот эту штуку это понятно но вопрос в чем в том что мы можем это делать необязательно магией правильно будет взмедлением тебя дадим так среднем ломаем лично ровненько ой какая мораль как же хорошо тоже я думаю надо бить что он ничего не колдует не то что я был бы против особо тележку можно было взять да и нужно было взять нифига себе они бахнут конечно полечил ну лечение знаешь ли это нас вообще устраивает только маны и у него нет заклинаний это конечно очень странно и и и Пум-пум-пум-пум! Пум-пум-пум! Угу! Понял. Понял, принял. 49 медведей. Так, если он будет форталить, то расстреливать, конечно, надо медведей, естественно. Но... Ясно, что мы тут выбираем. Непонятно, что он раньше этого не делал. Это, конечно, прям загадка. Откровенно признаться. Где мораль? А птиц была мораль, да? Слушай, а если мы сделаем как... Как с птицами прожить... ... 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 сюда ударить пусть мишка назад бежит у нас тут вот, окей Так, а когда мы на Скорпикору условную Накинем гипноз, в нее не будут стрелять башни? У меня такой вопрос Что, надо ломать, будет землетрясение Может вообще не нужно тогда трогать катапульту с таким раскладником Так, ладно Сейчас подумаем Что, надо ломать? Что, надо ломать? Что, надо ломать? Что, надо ломать? Что получается, нам надо самим ломать стены, что ли? Блин Хе Хе Интересно Об этом я чуть не подумал Как, надо ломать? Девочки Что, надо ломать? в защиту какую-нибудь кидать, да? Ну, что, реально надо трясти. Он будет сейчас бахать, да, всяким таким. Надо, надо, короче, не ломать катапульту, я думаю, вот что я думаю. В итоге. Пусть она что-то там пробивает, да? Да, потому что нам довольно много маны нужно, чтобы все вот это дело восстановить. Идей надо давать защиту от воздуха, защиту от земли. В любом случае резать, да, до 10 его АСП. Ну, фактически при применении закинания воздуха и земли. Да, так тут мне просто банально не хватит. Ну, мы большие потери принесем. А это как бы ни к чему. В общем, делаем как делали. А, мы уже не сделаем как делали, да? Потому что мы ломали вот эту штуку. М-да. 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 Продолжение следует... Я думаю, защиту надо давать. Но хотя он их снимет, да? Он же сейчас будет замедлением это снимать, скорее всего. То есть не торопиться, просто с кастом. Дать благо. Вот этих ребяток расстреливать. Вот я под Скорпикор подставил, что-то я до... Ага, молитвы. Тварь такая, а? Высокоморальная дрянь. Чтоб тебя. Жизнь на канале. Чтоб тебя. Очищ takeaways. Много взрыв. Да да. Блин, ну мне это не нравится, конечно Минотавр в лес Тоже он нам все карты спутал Да, но заклинание тут, конечно, у него валом Ой Так, спокойно Ой, какая хорошая мораль Вот это мне нравится, заход уже Так, спокойно Так, спокойно Какие байты душные Да, что есть, то есть Угу, пошли делакую как? Так, спокойно Бои тут вообще что надо Так, спокойно А, минотавра А, минотавра, наверное, против пролома ставил Угу, прикольно Я прикольно все увидел Так, спокойно Так, спокойно жалко минотавры ходят после медведей я прям под медведей быть сюда поставил так ну ладно придется на честенку может и конечно убрать и нужны логично логично своим да мешаем блин я про нее забыл уже главное что он помнит главное что он теперь надо как-то вот это все разломать аккуратненько на нас они туда он снял на механиков за штормом не очень хорошо видать а а а Продолжение следует... 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 Медведи не могут войти, правильно, по диагонали, можно только прямо войти, тут Минотавры блочат. Масхаст. Интересно. Как говорится, ну ок. Давайте ему замедление дадим, пусть он расстраивается. Попопопоп-дум. Есть ощущение, что пришло время для защиты от воздуха. Трицаточка, да, осталось? Трицаточка норм. Трицаточка норм. Трицаточка норм. Трицаточка норм. Трицаточка норм. Трицаточка норм. Так. Ну и у нас никто не погиб особенно, да? У нас особенно никто и не погиб. Чё, даём защиту от земли? Хм, пойдёт. Это не переодопытный. Хм, пойдёт. Трицаточка норма. Продолжение следует... Продолжение следует... Не должно хватить... Надо аккуратно просто вот это сделать... Не должен же он убить их... О, так нормально... Так, окей... Тут нам ничего не надо воскрешать... Замечательно... Два джиггернаута погибли... Этих некоторое количество... Одна змейка, одна, так, одна змейка чилит пока... Да, духота, конечно, несусветная... Да, хватает... Латает прям с запасом... Ну как с запасом... Ну с маленьким запасиком... 15... Этих все, да... Этих 149 было... Змеюку поднять... Давайте перепроверим еще раз... Да, ни на кого не подействует... 15... Этих тоже будут... Все... Фух... Как же это клево... Прям вот... Ух... Ух... Как же это было клево... Да... Ну и ладно... Ну и неплохо... Да... Да... Вылез ли кто-то еще... Или мы можем куда-нибудь сбегать... Рашка к нам бежит... Все тот же наш любимец... Он к нам бежит... Бежит, 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 бежит... И под него надо даблману все-таки сделать... Потому что он, конечно, жесткий тип... Это вот прям... К гадалке не ходи... Здесь надо с даблманой как-то... Вопросы решать... Я полагаю... Надо, кстати, тавину тоже качать... Я вообще не... Стал бы вообще исключать возможность... Что он должен будет финалиться... Ну просто он супер воин... Надо понимать, что спеца нападения... Он 30 уровня... Ну то есть у него... Под ним ребята будут бахать так... У него есть стрельба... Лидерство... Нет воздуха... Да и... Черт бы с ним... Возможно финалиться будет он... Вот вообще не исключаю... Кваттли, пожалуй, выкупим... Сколько у нас дредноут? Парочка... Так, надо же это ему, да? Дать... Артефакт, раз он у нас здесь сидит... Через Генри скинуть... Кстати, кстати, кстати... Эфритики... Тоже под них выставить Генри эту... Ну и войну на ЕСПХУ бы эту взял... Все равно ее надо брать... Ну бежит он и че... Плохо, что на этот город... У нас тут много что забрано... Он перезахватит... Очень бы этого не хотелось... Но какие-то варианты... В поле с ним биться... Мы пробовали с ним в поле биться... Не получилось, мягко говоря... Да, мы с того момента стали чуть-чуть сильнее... Чуть побольше армии у него... Примерно осталось такой, как и была... Но, в общем, это... Не сказать, что прям это... Как-то очень сильно, да? Что очень сильно прям это... Все поменялось... Так, ты вылези... Че, Генри, то будем под Африт вставить? И сюда бежать еще некоторое время... Но надо все равно... Я думаю, все равно надо ставить... Африт вставить... Хивасару... Будешь хранитель попы и груди... Три хода... По идее, надо цепь какую-то выдумывать... Зря только убежал девушкой... Но ничего страшного... Войска тоже надо, по идее, увозить отсюда... Войска тоже надо, по идее, увозить отсюда... Да? Денежки... Ну... Скажем так... Они и купятся, но... Очень-очень-очень медленно... Энкиндель нам нужен... Успеем, да? Успеем... У нас много... Много ходов сейчас... А вот эспеху... Ну, мы попробуем... В любом случае... Угу... Ну, он вообще к нам... Не сказать, чтобы бежит... Шестой ход... Даблице нужно все равно... Тридцать два квадлика... Ну да, и мы как раз провернем вот эту пробивку у эфритов... Вопрос, что там в Карабасе? Может, Карабас над самой Вайноной будет брать? Ты еще раз может быть с agreesом здесь! Ну, тоже. С�로 만들수록... Вопрос... Остановка... Вопрос... Вопрос... Отож... Вопрос... Вопрос... генрия тут здесь не было привет виктор не задаблились в каком смысле не задаблились не задаблились да в смысле я набежал вот сюда что ли в ближнюю или чё спасибо ребят большой чем я без вас сделал а как я а а я на ну блин ну как так вообще это жестко я знаю сколько там точке никто прибежал это конечно занятно дам прикольно так сапожки надо было накинуть ладно тут не так важно у нас по маме молом точнее все хорошо но и задаблились подумаешь с бы расстраиваться из такой ерунды так как мы все вернем правильным тут на разгоне на фениксах успеешь до генри то добежать мне очень интересно вот сюда это успеешь добежать нет не надо пока открывать вот сюда бы я сбегал еще но видимо тут надо сохраниться чтобы тавина не съели ребятушки стоят вообще будешь бежать в нашу сторону нет а это ты вылез полем полем это замечательно это просто чудесно от пацан куда делся а вот он стоит октаве армии все конечно да бодрее бодрее кучу да уж да уж да уж да уж клевая миссия чистый кайф полем тут не побежит не хлопнет мне и девушку вот это ну нет по идее не должен амгоги до большим прям высокого разгона быть не должно а тут дракончики мешают пройти серьезно черные будут в любом уже да но у нас так первый ход правильно правильно не не будет черных а 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 и а и Не, ну все, нам не хватит. 15 тысяч золота. 849. А, может, хватит. Султанчик. Два знания, две защиты. Блин, ну сюда надо бежать. Войноный. Ну, она успеет добежать и оттепаться в город. Да, она успеет. Никакой проблемы. Ой, не туда. Поспешишь и фритф насмешишь. А, опять же, у нас тут полем, блин. Очень известно, с кем тут драться придется. Так, ну, предположим, Генри мы сейчас сюда уберем, да? Тут полем, полем, полем. Ну, посмотрим сейчас, что будет. Это щеку от лисчезни, да, обычный вот этот один. Ладно, это не страшно. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Да, сурово, конечно. Осаждают тут очень жестко. Ага. В общем, нифига они тут пока не делают. И у нас прирост. Да, и мы тут успеваем оттепаться. И маны у нас много. Ну, в целом, неплохо. В целом, неплохо. Единственное, знаете чего? Ты у нас где? Ты у нас здесь, да? Единственное, надо вот так сделать. Раз все такие индифферентные. Ты у нас хранитель попы и груди. Давай, садись. Прирощай, так сказать, ребятушек. Да, ребятки идут один крашу другого. Ладно, денежек мы хоть подрезали, да? У нас деньги теперь есть под скупку. Можно будет и о дредноутах подумать, пожалуй. Так, друзья мои. Надо, короче, перезагружать голову. Что-то я... Что-то я... Что-то, короче, я даже и не знаю, что здесь делать. Интересно, этот пацан сюда бежит просто потому, что не хочет на Генриэта нападать? Похоже на то. Но этот выглядит не так, чтобы сильно страшно, да? Вот Октавия, или как тут зовут эту барышню, это да, еще Рашка есть. Ну, в общем, будем посмотреть. Будем посмотреть, что с этим можно будет сделать. Хорошо, давайте на этом моменте мы поставим наше прохождение на паузу. Спасибо огромное всем за компанию, за внимание. Это был Антиквар. Заранее говорю спасибо всем, кто поставит лайк, напишет комментарий под роликом. Это очень важно для развития канала. Всем удачи и до встречи. Пока.